Привет всем гостям и подписчикам, меня зовут Сергей Пономаренко и я рад вас видеть на канале Meduza China Gadget. На днях ко мне пришел очередной смартфон от компании Oskal, Oskal C20 Pro. Компания Oskal это детище фирмы Blackview и Blackview таким образом решили отделить дешевые ультрабюджетные смартфоны от своего производства и сделать их под брендом Oskal. Не так давно у меня на канале выходило видео про первый смартфон компании Oskal, Oskal C20. Это был прям супер ультра мега бюджетник на 1 гигабайт оперативной памяти и 16 гигов встроенной памяти. Сейчас же они выпустили типа улучшенную версию C20 Pro. Здесь уже чуть больше оперативки и чуть больше встроенной памяти. Как бы там ни было я всегда был за то, чтобы на рынке появлялось все больше и больше компаний по производству мобильных смартфонов. Потому что когда есть конкуренция, тогда и цены можно немного понижать. Но в последнее время производителей смартфонов даже в Китае становится все меньше и меньше. Это немножко огорчает, потому что из-за этого цены все же на смартфоны растут. Даже такие гиганты на то время как Ligo или Elephone не выдержали рынка и все-таки сварились. По комплектации Oskal C20 Pro ничем не отличается от комплектации Oskal C20. Это все та же неплохая презентабельная коробочка, в которой находится кабель для зарядки, в которой находится блок питания, инструкция и конечно же силиконовый чехол-бампер. Что касается дизайна C20 Pro, это точная копия Oskal C20. Просто вот я заказал теперь в другой расцветке. Тогда у меня была бирюзовая, сейчас вот такая вот приятная сиреневая расцветка. По сборке смартфона нет никаких вопросов. В принципе все очень даже неплохо собрано, несмотря на то, что крышка съемная, под крышкой находится отдельный слот под microSD флешку и отдельных два слота под две сим-карты. На задней части смартфона расположился блок с камерой и вспышкой. Я говорю с камерой, а не с камерами, потому что все-таки вторая камера это естественно муляж. На верхней грани разъем для наушников 3,5 мм. Внизу microUSB разъем для зарядки, разговорный микрофон и основной динамик. Правую грань занимает кнопка включения и качелька громкости. На левой грани ничего нет. Задняя крышка смартфона Oskol C20 Pro получила очень приятную на ощупь текстуру, которая не дает оставаться отпечатком пальцев. Она не глянцевая, а вот такая вот рифленая. Дисплей у смартфона Oskol C20 Pro получил такую же диагональ, как и у Oskol C20. 6,1 дюйм. Разрешение также сохранили. Это HD+, разрешение. И такого разрешения хватает для этого дисплея, чтобы не замечать пиксели. Ну конечно если прям не присматриваться. Несмотря на свои характеристики, экранчик у Oskol C20 Pro выглядит достаточно неплохо для его стоимости и для его характеристик. Под прямым углом это все смотрится ярко, насыщенно. Под углами ситуация конечно не такая радужная, но тем не менее это ультравюджетник, не нужно в этом забывать. На передней части помимо самого дисплея расположилась фронтальная камера, разговорный динамик и датчики. С завода на смартфоне уже идет наклеена пленка. Что касается начинки Oskol C20 Pro, здесь ее по сравнению с предыдущей версией обычной C20 немного улучшили. Здесь теперь стоит процессор чуть помощнее SC9863A. И теперь этот процессор и этот телефон поддерживает 4G связь. В прошлой версии можно было пользоваться только 3G связью. Также количество памяти оперативной и встроенной тоже увеличили ровно в 2 раза. В прошлой версии был 1 гиг оперативки и 16 гигов встроенной памяти. Теперь здесь 2 гигабайта оперативки и 32 гигабайта встроенной памяти. Да, звучит конечно очень дико в 2021 году, я с вами полностью согласен. Но все-таки как бы компания хочет себя позиционировать именно как производитель самых дешевых и самых простеньких смартфонов. Под крышкой находится съемный аккумулятор на 3380 мАч. Достаточно маленькая батарейка, согласен с вами, но все же на день работы в несложных задачах этой батарейки должно хватать. Единственное с чем нужно будет смириться, это то, что телефон заряжается все-таки не так быстро, как современные смартфоны с большой мощностью зарядки. Оптимизация системы в принципе неплохая. Все свайпается быстро, нет никаких фрезов, никаких зависаний и это тоже огромный плюс для такого дешевого смартфона. Сенсоров и датчиков есть все только самое-самое необходимое, это акселерометр, сенсор освещения и сенсор приближения. Все это работает отлично. Как вариант, телефон можно использовать как GPS-навигатор в машине. Это удобно, потому что смартфон недорогой, у вас будет свободен ваш личный телефон основной и спутники телефон ловит очень даже неплохо. Сейчас вы видите результаты в квартире, на улице это будет еще круче. В Antutu бенчмарке смартфон Oskal C20 Pro набирает 80780 баллов. Основной динамик, кстати, здесь играет очень громко. Про качество я, конечно же, помолчу, но все-таки громкость здесь решает. И что еще нужно для ультрабюджетника? Да, в принципе, ничего. За софт Oskal C20 Pro отвечает самый новый Android 11. Но это не обычный Android, то есть не полная его версия, а Go Edition, которая рассчитана как раз-таки на вот такие вот супер простенькие, супер дешевые смартфоны со слабенькой начинкой. И, соответственно, здесь установлены все Google приложения, но все-таки с пометкой Go Edition. Что касается оптимизации операционной системы и как она работает на этом телефоне, могу сказать лишь одно. Наверное, все-таки это максимум, который может выжать эта система и это железо. Не могу сказать, что все работает прям супер плавно, но все-таки насколько система может это все воспроизводить, она воспроизводит. Честно говоря, я уже немного отвык от таких дешевых смартфонов, но все же они пока что пользуются спросом, пока что они очень востребованы на рынках. Я думаю, что для детей такие телефоны покупают в первый класс, для своих бабушек, дедушек, возможно, такие телефоны тоже покупают. Да, не у всех есть деньги покупать какие-то более сильные телефоны. И это понятно, даже в наше время сейчас очень хорошо продаются кнопочные телефоны, как бы это ни было странно. У каждого свои запросы, у каждого свои требования к смартфонам. Кому-то нужно просто позвонить сыну или внукам и на этом функционал и требования у людей заканчиваются. Поэтому я не вижу смысла для таких людей переплачивать, что-то покупать более дорогое. Ну, возможно, там раз в неделю зайти в Viber, проверить фотографию, там дети прислали своим родителям фотографии какие-то посмотреть или еще что-то. Телефон поддерживает, кстати, жесты, как и все андроиды современные. Можно поставить кнопки навигации внизу, а можно воспользоваться такими вот жестами. Ну, а теперь перейдем к камерам этого смартфона. Главным плюсом этого телефона можно, наверное, считать, что здесь камеры просто есть. Здесь фронталка на 2 мегапикселя и основная на 8 мегапикселей. В прошлой версии C20 обычная, была фронталка на 2 мегапикселя и основная на 5 мегапикселей. По качеству особо ничего не поменялось, это все тоже мыло, но, тем не менее, здесь есть хоть какие-то камеры и это не может не радовать. Больше мне нечего, наверное, сказать про камеры. В конце этого видео будут примеры и фото, и видео, которые я снял на этот телефон. Конечно же, Oskal C20 Pro это не игровой телефон. Я думаю, вы и сами это понимаете. Но, тем не менее, я даже не ожидал до себя, но все же здесь можно запустить PUBG Mobile Lite и World of Tanks Blitz. Конечно, далеко не на максималках, а на минималках, но все-таки. Телефон Oskal C20 Pro получился такой, как получился. Вы сами все видите. Я думаю, что этот телефон пройдет как какой-то второй, не основной телефон, например, для GPS-навигатора в машину. Позвонить, отправить какую-то SMS по Viber и, в принципе, на этом функционал его заканчивается. При большом желании можно даже поиграть в PUBG Mobile или World of Tanks Blitz. Есть 4G, что немаловажно в наше время. Ну, что еще можно сказать? По дизайну он тоже симпатичный. А вы напишите в комментариях, используете ли вы в повседневной жизни вот такие вот супер бюджетники, возможно, для каких-то второстепенных нужд, которые я назвал типа GPS-навигатор, либо как второй телефон-звонилка. Мне будет интересно почитать это все в комментариях под этим видео. Меня зовут Сергей Пономаренко, это канал Meduza China Gadgets. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите ваши комментарии и не забывайте про колокольчик. До новых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok